В Соединенных Штатах вчера завершилось знаковое дело по борьбе с коррупцией. Бывший глава огромной строительной корпорации KBR Альберт Стэнли отправится в тюрьму почти на два года. Его обвиняли в том, что с 1995 по 2004 он постоянно передавал взятки чиновникам в Нигерии, а те в ответ помогали ему заключать необходимые контракты. Компания KBR работала в Нигерии в сотрудничестве с голландской, итальянской, французской и японской фирмами. И следствие считает, что все они участвовали в подкупе. Они строили завод по сжижению природного газа, а газ выкачивали из дельты реки Нигер. Альберта Стэнли обвиняют в том, что он помог распределить в нужные руки 183 миллиона долларов. Сумма, конечно, большая, но контракт удалось заключить аж на 6 миллиардов, так что потери были сравнительно небольшие. Теперь компания KBR должна выплатить полмиллиарда долларов в самой Нигерии, где тоже проходило свое расследование. А сам Стэнли не только лишился части своих накоплений, он еще и задолжал своему бывшему нанимателю 10 миллионов долларов в виде компенсации. Это дело я назвал знаковым не просто так, оно стало едва ли не единственным громким успехом американской программы по борьбе со взятками за рубежом. Дело в том, что в США незаконным считается не только коррупция на территории страны, но и подкуп чиновников в других странах. Так совпало, что вчерашний же день стал днем краха этой программы. Министерство юстиции признало свое поражение в суде, где рассматривалось дело сразу 22 руководителей крупных компаний. Их арестовали в ходе спецоперации, которую пару лет назад с гордостью анонсировал Ленни Брейер, помощник генпрокурора. Задумка и правда была гениальной. Люди из департамента по борьбе с коррупцией обратились за помощью к Ричарду Бистронгу, вы сейчас вы увидите, бизнесмену, который когда-то сам попался на взятки и решил сотрудничать со следствием. Он стал изображать из себя доверенного президента Габона, небольшой страны в Африке. Бистронг обращался к предпринимателям в сфере торговли оружием и в других сферах и говорил, что лидеру Габона Али Бонго Андимбе срочно нужны гранатометы и военная техника, ну, для его президентского полка, например. И просил полтора миллиона долларов, чтобы подкупить местных чиновников, а в ответ обещал заработок в 15 миллионов. Все такие разговоры, естественно, записывались, и те бизнесмены, которые соглашались дать взятку. В итоге попали под арест. Трое из них признались, ну, например, тот, что произнес во время беседы, да-да, взятки я люблю, но остальные настаивали, что они невиновны. И вот когда выяснилось, что доказательств против них не хватает, а Бистронг принимает кокаин и да еще платит проституткам, дело вообще развалилось, и о его прекращении попросило само Министерство юстиции. Продолжение следует...